Добрый день! Вы смотрите программу КОЗГАРАС. Наука не стоит на месте, развивается, в том числе и отечественные. Казахстанские ученые могут получить грант на проведение исследований. Государство для этого готово выделить большие средства. Но сначала проект должен пройти через сит экспертизы. Об этом я хотел бы поговорить с моим гостем. Это президент Национального центра государственной научно-технической экспертизы Асамбай Кудайвергенович Шмавеков. Добрый день! Добрый день! Уважаемые телезрители, мы, как всегда, в прямом эфире. Телефон наш 553710. Можете звонить или написать на моей страничке в фейсбуке. Асамбай, как-то я интересовался, я не знаю, не помню. Последний раз это было год-полторы уже, да, мы с вами встречались. Асамбай, наверное, в честь... Асамбай, Аскар вы тебя назвали именем или нет? Нет? Это надо спросить у родителей. Я почему говорю, я был знаком, но мне очень много о нем рассказывал Харатай Трусов. Очень много рассказывал. Очень хороший. Теперь давайте мы перейдем к нашей главной теме. Вот с того дня, уже полтора года прошло, за это время, вот, что вашим акционерным обществом сделано? Какими можете достижениями сказать, например, нашим телезрителям? Конкурсы на гранты о финансировании стали проводиться с 2011 года с принятием закона о науке. На сегодняшний день это единственный источник государственного финансирования инициативных научных работ. И поэтому на 2014 году имеет тенденцию увеличение количества поступивших заявок. На экспертизу поступило чуть меньше 5000 заявок. Комитет науки, Министерство образования и науки собирает все заявки. Те заявки, которые не соответствуют конкурсу документации, отклоняют, далее передают нам на проведение государственной научно-технической экспертизы и рассмотрение национальных научных советов для принятия решений о финансировании и не финансировании научных проектов. Финансирование выделяется на три года и в 2014 году в конце проекта, которые получили финансирование в 2011 году в первом конкурсе, завершились. С учетом этого, как раз таки и в 2013 году также не было конкурса комитета науки на гранты финансирования. И, как я повторюсь, научное сообщество выразило, то есть представило максимальное количество, рекордное количество заявок за весь период. И к концу года, на самом деле, было очень трудно провести экспертизу, но мы справились с этим. На сегодняшний день экспертиза завершена. В начале этого года, с 5 января, национальные научные советы начали работать рассмотрение заявок и результаты государственной научно-технической экспертизы. На сегодняшний день, как раз таки, все 5 советов, национальных научных советов завершили свои работы по принятию решений. И комитет науки, уполномоченный орган в области науки, должен на днях объявить, и мы планируем завтра объявить результаты конкурса и в газете, и на нашем сайте. С ранжированным списком экспертизы, итоги экспертизы, а также решение национальных научных советов одобрено, не одобрено, и обоснование, комментарии по каждому проекту. То есть, каждый автор, каждый заявитель будет видеть, почему проект его одобрен или не одобрен, и будет видеть решение национальных научных советов. Вот, Асанбаев, приоритетный направлен для Казахстана признали, это, наверное, Министерство науки все-таки, да, это по получению главы государства, я так думаю. Энергетика, машиностроение, 473 заявок поступило. Информационные и телекоммуникационные технологии, 547. Рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции, 1300. Наука о жизни, 997. И интеллектуальный потенциал страны, 1567. Вот, все-таки, я так из этого понял, что все-таки это связано с технической ориентацией, то, что давала глава государственного направления, да? Да, а приоритетное направление науки утверждается, определяется, утверждается высшей научно-технической комиссией. Которую возглавляет премьер-министр, да? Да, при правительстве республики, куда входят все члены правительства и самые компетентные ученые. 5 приоритетов определены, и они не менялись в течение уже 4 лет, с 2011 года. Все 5 конкурсов грантов финансирования и программы целевого финансирования реализовывались в рамках этих 5 приоритетов. В рамках этих 5 приоритетов Национальные научные советы формируют, так скажем, более узкие специализированные направления. И в соответствии с этими узкими специализированными направлениями комитет науки или другой уполномоченный отраслевой орган объявляет конкурс на грант финансирования или программу целевого финансирования. Необходимо, это основное условие и критериям отбора для Национальных научных советов, после экспертизы, после независимой оценки ученых именно в этих отраслях знаний, Национальные научные советы, имея критерии отбора в соответствии с этими приоритетами, принимают решение, одобрить или не одобрить. Вот скажи теперь мне вот такой вопрос. Преобладает кто? Научные вузы или научные исследовательские институты? Как вы знаете, с 2003... Правильный вопрос мой нет, я особо не разбираюсь, поэтому я спрашиваю. Вузы или научные исследовательские институты, которые должны этим заниматься? Если взять структуру научной системы Российской Федерации, скажем, у них превалирует, безусловно, Российская Академия Наук и его институты. Но вы все знаете, в 2003 году была расформирована Национальная Академия Наук, и поэтому концентрация научных сил, научный центр, в частности, сейчас превалирует в вузах. И на последний конкурс более 55% всех заявок поступили от вузов, и около 35% поступили от научно-исследовательских институтов, а остальные от физических лиц, от частных общественных организаций. Вся эта статистика у нас... Мы сейчас завершаем свой анализ. Буквально по всем институтам, буквально по всем представленным заявкам, в рамках приоритетов, под приоритетов, как мы говорим, специализированных направлений, даже анализ аффилированности принятых решений. Мы сейчас проводим анализ, и все это будет опубликовано на нашем сайте. Все это делается для обеспечения открытости и прозрачности перед научным сообществом. Вот теперь я хочу, как научный... Как вот? Национальные научные советы, да? Так, да, я понимаю, да? Да. Они отбор делают, да? Да. Из кого состоят эти? Это зарубежные ученые там есть или нет? Национальные научные советы, это коллегиальный орган, который принимает окончательное решение по грантам финансирования. Допустить, не допустить, да? Да. Их не слово является обязательным для исполнения для госорганов по грантам. По программам целевого финансирования рекомендуют и последнее слово за ВНТК, Высшеночной технической комиссии. В нашем случае состав Национальных научных советов были пересмотрены и у нас с конца прошлого года действует новый состав. И состав состоит из числа ведущих компетентных казахстанских ученых, представителей индустрии и госорганов и международных экспертов, специалистов из различных научных центров и университетов. Я знаю еще, Азамбай, что принимают участие физические лица, ученые, известные. Вот кого бы ты бы назвал среди них? Или это, все это, нельзя этого говорить. Я вот, например, побывал у вас, я увидел картотеку моего знакомого по интеллектуальной собственности. Это профессор, доктор юридической наук Кавдоров Тулешерденович. Я просто знаю этого человека очень хорошо, он вникает в это дело, он знает. А мне хотелось бы знать, это интеллектуальное собственность, а мне хотелось бы знать приоритеты, которые были определены государством. Согласно закону науки, с целью обеспечения равного доступа всем участникам, то есть представить любому ученому или ученому коллективу или организации, институту или ВОЗу равный доступ принимать в конкурсе, это было одним из главных условий. Поэтому и ученый, имеющий аккредитацию, имеет право подавать заявки на гранты финансирования, и самый крупный ВОЗ, имеющий аккредитацию, подает на гранты финансирования. Безусловно, Национальные научные советы при принятии решений принимают все эти условия. Это, безусловно, влияет на объемы работ, на задачи, касающиеся самого проекта и объемы финансирования. Если работа физических лиц не соответствует тем востребованностям или приоритетам, указанных в конкурсной документации, то Национальный научный совет имеет право отклонить такие заявки. На последний конкурс подавали 36 физических лиц, а результаты будут обубликованы завтра по всем этим заявкам. Ну, еще я, Асамбай, что увидел, Казахский национальный государственный университет в числе отстающих. Всего лишь 189 заявок было представлено. Я знаю научный потенциал. Они, видать, за количеством не гонятся, мне так я понял. А если некоторые региональные уровни вузы, у него намного больше заявок. С чем это связано? Все-таки здесь больше качества или нет? По статистике есть всегда костяк, десятка институтов вузов, которые представляют более 60-70% всех заявок. Вы все правильно говорите, здесь не количество, безусловно, в первую очередь должно ставиться качество. Почему? После завершения каждого конкурса мы, когда проводим анализ по уровню успеха, в первую очередь здесь берется, сколько проектов было подано и сколько проектов было оценено высокими баллами, независимыми тремя экспертами. Это первый показатель. Второй показатель, сколько из них было одобрено в рамках этих приоритетов. Вот эти показатели как раз таки являются основными показателями, что университет или институт на самом деле имеет научный потенциал и имеет конкретные задачи по наращиванию научного потенциала в рамках своего института или университета. Все из 4884 поданных заявок на ГНТ, Национальные научные советы одобрили 1781 проектов. Сколько из них будут успешно завершены, это только время покажет. Безусловно, условием конкурса было отбирать в первую очередь проекты, которые были достойно оценены тремя независимыми экспертами на основе аранжированного списка и путем использования конкретных критериев отбора, указанных и в конкурсной документации, такие как проект, имеющий максимальный социально-экономический эффект, второе это соответствие приоритетам индустриально-инновационного развития, в третьих это коммерциализуемость, в четвертых это в процессе реализации этого проекта должны готовиться новые кадры высшей категории, то есть это ученые. Это тоже одно из условий, и безусловно, интеграция мирового научного сообщества и развитие человеческого капитала. Вы прекрасно понимаете, не отчеты, не бумаги делают науку, а реально люди. Поэтому в процессе финансирования любых научных проектов и программ должны готовиться в первую очередь молодые кадры. Без этого нельзя. Я согласен, да. Вот глава государства, выступая на очередном послании программы стратегии 2050, как раз, кажется, там говорил о том, что хотя бы год одно ноу-хау, сегодня, наверное, в вечернем программе видели, наверное, да? Да, Индонган, Казахстан, да, сделано в Казахстане. Вот можно будет какую-то продукцию, через которую пошло через вашу экспертизу, сказать сегодня? Или преждевременно еще об этом говорить? Вы очень правильно ставите вопрос. В 2011 году был объявлен конкурс, а экспертизу мы завершили только к концу 2011 года. Финансирование было осуществлено в начале 2012 года. Все проекты, которые тогда получившие финансирование, 1500 проектов, они завершились в конце 2014 года. Мы вот буквально на днях завершили экспертизу отчетов и вот буквально на днях передали результаты экспертизы и отчеты, результаты этих работ на рассмотрение на национальных научных советах. Из полтора тысячи работ, безусловно, будут видимы и значимы результаты. Когда мы говорим о результатах научных исследований, в первую очередь мы говорим, это генерация знаний, которые отражаются, безусловно, в статьях, публикациях, монографиях. А когда мы говорим о технологии, технические, технологические решения, они, безусловно, будут отражаться в патентах и далее, конечно, в публикациях. Сейчас мы ожидаем увеличения публикации и в течение двух-трех месяцев мы должны завершить анализ оценки результатов этих научных исследований. Здесь, в первую очередь, не их количество, а насколько полученные результаты влияют, если это фундаментальные исследования, на развитие новых научных направлений. А если это прикладного характера, то, безусловно, насколько они применимы и востребованы в Казахстане. Это самая главная задача, это самый главный вопрос перед тем, как ставится, сколько нужно финансировать научные исследования. Азамбай у меня, может быть, еще прежде времени об этом говорит, я боюсь сгладить, новое направление выращивания искусственного легкого для детей. Занимается Центром науки о жизни при Назарбаево-Университете. Насколько это сегодня реально? Можно говорить об этом? Я где-то уже прочитал, что идет серьезная работа. Да, профессор Жумодилов этим занимается в Назарбаево-Университете. Он озвучил эти результаты. То, что Центр науки о жизни при Назарбаево-Университете занимается такими исследованиями. У них имеется уже хорошее достижение, несколько патентов. Но о конкретных результатах я не смогу сейчас сказать об этом. Ну, я скажу, что финансирование плохое. Нынешних условий. 19 или 17 миллиардов, да? На проведение научной экспертизы, да? Это общая сумма финансирования на гранты. Да, на гранты, да? Да. А у вас есть другие источники еще есть? Гранты финансирования – это источник для инициативных научных работ. А есть второе, тоже основное вид финансирования – это программа целевого финансирования. Все целевые программы, целевые научные, научно-технические программы, направленные на решение стратегически важных государственных задач. Ну, предположим, скажем, проблемы Аральского моря или Балхаша, или обеспечение чистой воды. Вы ранее говорили, насколько используются эффективно земельные ресурсы. Вот эти задачи, которые будут иметь максимальный социально-экономический эффект, реализовываются путем целевых программ. И вот как раз-таки мы, когда ранее обсуждались, направление этих стратегических задач, направление этих приоритетных задач государства, которые будут ставить перед научным сообществом. В процессе формирования этих задач участвуют и Национальная академия наук, рекомендации отраслевых академий наук, рекомендации отдельных групп ведущих ученых, мнений частного бизнес-сектора, стратегические, плановые, нормативные программные документы государственных органов. Все это должно быть учтено, и государство определяет общие правила игры, определяет конкретные стратегические задачи, где включаются интересы научного сообщества и бизнес-сектора. И после этого определяется сумма, необходимая для решения, и формируются, скажем, целевые программы на конкурсной и в неконкурсной основе. Вот еще у меня такой вопрос. Вы уже затронули этот вопрос. У нас огромные залежи угля. Огромные залежи. Урана достаточно. Других бакситов. Вот высший совет, который возглавляет премьер-министр, где-то направление даете, вот, скажем, как использовать это. Вот то, что я затронул вопроса пахотных земель. Сколько я уже забыл, сейчас не могу. Сегодня же мы миллиард тонн, миллиард пудов собираем и радуемся этому. Огромные земли используем для этого. Сколько воды уходит. Сколько ежегодно выращивает трав. Мы не убираем, но умирает. Погибает. Все это, вот, как-то связать это с вашим вот направлением. Вы правильно ставите вопрос. Перед тем, как государственный орган или уполномоченный орган, скажем, Комитет науки, Министерство образования и науки объявляет конкурс, в конкурсной документации Министерство или Комитет науки указывают приоритеты. И только в рамках этих приоритетов научное сообщество или те заинтересованные лица, имеющие аккредитацию, подают заявку, отвечающую этим приоритетам. Скажем, те же самые вопросы, связанные с углем. Есть конкретно специализированное направление, связанное с переработкой сырья в рамках приоритета рационального использования сырья. Вот научное сообщество подает свою заявку. Заявка проходит экспертизу на предмет новизны самой идеи, на предмет новизны методологии, на предмет его реальной реализуемости, насколько хватает ресурсов, завышено, не завышено, насколько являются компетентными сам научный руководитель, и насколько исследовательская группа имеет комплементарное знание помочь научному руководителю реализовать этот проект. И насколько этот проект создает инфраструктуру в Казахстане. Исходя из этого, это общие критерии, где и казахстанский, и зарубежный эксперт может дать оценку в конкретном отрасли знаний. Имея такую независимую оценку, научные советы, как раз таки люди, ученые, специалисты, знающие реалии Казахстана, являющиеся специалистами в этих отраслях, принимают решение, насколько этот проект по углю соответствует. Теперь последний вопрос, если успеем, мы постараемся ответить. Вот все-таки патенты есть, приобрести патенты, строить заводы, идти. Легче это путь или нет? И все-таки мы выбираем ваш путь. Вы затрагиваете вопросы госполитики. Когда ставится вопрос о наращивании научного потенциала, здесь предполагается сначала дать возможность ученым стать на ноги. Без критической массы ученых нельзя говорить о конкретных результатах, научных результатах. Поэтому как раз таки были, это мое личное мнение, были проведены несколько конкурсов. Такого объема финансирования ранее, честно сказать, в истории Казахстана не было. Но перед тем, как ставить конкретные задачи, сначала надо понять, насколько она нужна нам. После этого объявлять конкурс, выдавать конкретную сумму денег, дать возможность. Я думаю, что и научное сообщество будет выдавать, представлять конкретные результаты. Спасибо. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. А вам огромное спасибо. Спасибо вам. Мы готовы еще раз с вами встретиться. Рахмати Саги. Рахмати Саги.